Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. В современном мире есть возможность практически за что угодно расплатиться, используя интернет. Электронные кошельки и банковские карты с каждым днём становятся популярнее наличных. Есть даже люди, которые вообще ими уже не пользуются. Сегодня я хотел бы сравнить банковские системы России и Японии, а также рассказать о том, какими банками пользуюсь я. Давайте разберёмся по порядку. Для начала стоит определить, что существует два типа карт – кредитные и дебетовые. На дебетовой карте только ваши деньги. Вы кладёте на неё определённую сумму или на карту приходит зарплата, которую можно использовать для покупок. Когда средства на ней заканчиваются, вам необходимо снова её пополнить. Другими словами, вам просто не нужно носить с собой обычные бумажные деньги. Однако в России в некоторых банках при использовании дебетовой карты есть несколько больших плюсов по сравнению с наличными. Во-первых, если определённая сумма лежит у вас на карте или на счёте, к которому привязана карта, то на неё будет постепенно начисляться определённый процент. Просто за то, что деньги есть на счету. И это не мешает вам их использовать. Предположим, у вас на дебетовой карте 100 тысяч рублей. В зависимости от банка на эту сумму начисляется определённый процент. Лично я пользуюсь Альфа-банком и Тинькофф-банком, поэтому буду говорить на их примерах. В Альфа-банке это 5% годовых, а в Тинькофф-банке 7%. Можно высчитать, что за один месяц в Альфа-банке вы получите 416 рублей, а в Тинькофф-банке 583 рубля. Чем больше сумма, тем больше денег можно получить. Если сумма очень большая, то лучше воспользоваться вкладами. Тем более там ставка выше на 2-3%. Однако в Японии с этим сложнее. За остаток на счету во многих банках не начисляется вообще никакой суммы. В других же она настолько мала, что смысла в ней нет. Например, в некоторых банках этот процент равен 0,1% годовых и повышается только на праздники или в зависимости от суммы. Другими словами, имея на счету 100 тысяч рублей, вы получите только 8 с копейками рублей в месяц. В том же банке Мизуха, который часто появляется в аниме-фильмах Макото Щенкая, этот процент равен вообще 1 тысячный. То есть, со 100 тысяч рублей вы получите всего 83 копейки в месяц. Смешная сумма, не правда ли? Существуют даже банки, которые дополнительно берут деньги с клиента за хранение суммы. И это не входит в обслуживание карты. Давайте перейдем дальше. Второе преимущество карты – это так называемый кэшбэк. Думаю, что вы много раз слышали это слово, потому что даже есть определенные сервисы, которые занимаются только этим. Идея такая, что покупая какой-то товар, вы возвращаете определенный процент потраченной суммы. Например, у Тинькофф Банка при использовании карты Тинькофф Блэк возвращается 1% с любой покупки, 5% по выбранным клиентам категориям и 30% по предложениям партнеров. Другими словами, при любой покупке всегда есть определенная скидка. В Японии с этим, опять же, все очень печально. В большинстве банков кэшбэка просто нет. А там, где и есть, он очень низкий и возвращается всего пару раз в год. Например, в банке Аозара кэшбэк 0,25% от потраченной суммы и выплачивается 2 раза в год. По разы ниже, чем в российских банках. Думаю, что плюсы использования дебетовой карты в России очевидны. Давайте теперь рассмотрим кредитные карты. Вы сейчас, наверное, удивитесь, но в части японских банков вообще нет такого понятия, как дебетовая карта, только кредитная. Некоторые люди даже не знают, что это такое. Есть что-то похожее на дебетовые карты, рассчитанные на школьников и студентов, которые действуют только в Японии. Это что-то вроде карты МИР, которые имеют региональные ограничения. Я на похожую карту получал стипендию, когда учился в университете. Раньше с нее можно было совершать незначительные покупки и платить за свет, газ, воду, но не получалось использовать за границей или совершать какие-то покупки онлайн. Я завел себе такую же от банка Ючо, когда поступил в языковую школу в Японии. Хотя стоит отметить, что сейчас все-таки постепенно начинают вводить дебетовые карты. Большинство японцев пользуются именно кредитными картами, но в России, как я понимаю, к ним не очень хорошие отношения. Многие считают, что банк пытается их как-то обмануть, хотя это не так. Система кредитной карты такая, что у вас на ней изначально есть определенный лимит, предположим 10 тысяч рублей. Вы можете использовать эту сумму по своему усмотрению, но так как это не ваши деньги, а банка, то вы должны эту сумму вернуть. У каждого банка есть свой определенный беспроцентный период, когда вы можете просто вернуть деньги и не заплатить ничего сверху. Предположим, потратили все 10 тысяч рублей, но через 2 недели положили их обратно, и вот у вас задолженность равна нулю. Вы никому ничего не должны. Это то же самое, что занять деньги у знакомых. Однако, если вы не укладываетесь в определенный беспроцентный период, то вам будет начисляться процент, установленный банком за дни, которые не входят в беспроцентный период. Вполне себе справедливая система. Мне кажется, что не нужно брать деньги, которые не сможешь вернуть. Если же в определенный момент не хватает какой-то суммы для покупки, а до зарплаты еще пару недель, то кредитная карта это настоящее спасение. Платите всегда вовремя и проблем не будет. Лично я пользуюсь кредитной картой All Airlines от банка Тинькофф. Для меня она очень удобна по нескольким причинам. Во-первых, я сейчас много путешествую, так как начался мой проект с востока на запад. С каждой покупки билетов на самолет я получаю 3% обратно милями. Причем 1 миля равна 1 рублю. То есть купил билет за 10 тысяч рублей и получил обратно 300 миль на свой счет. Я раньше пытался накопить мили с помощью карты Alpha Miles от Альфа-банка. Там с каждых 30 рублей начисляется 1 миля. Однако плюнул на это дело, так как накопить просто невозможно. Ведь у банка свой курс на мили и с рублем они никак не связаны. Приведу пример. Чтобы полететь из Токио в Таиланд одному эконом-классом, мне нужно 220 тысяч Альфа-миль. Зная то, что я получаю 1 милю с каждых 30 рублей, несложно вычислить, что мне необходимо потратить 6 миллионов 600 тысяч рублей, чтобы накопить на 1 несчастный билет до Таиланда. Однако же по карте Тинькофф All Airlines я получаю 3% за покупки билетов на самолеты, 5% при покупке через travel.tinkoff.ru и 10% за бронирование отеля. За обычные покупки в ресторанах и так далее начисляется милями 2% с потраченной суммы. Так как 1 миля равна 1 рублю, то для того, чтобы понять, сколько мне нужно миль для поездки в Таиланд, достаточно посмотреть стоимость билетов на самолет. В среднем из Токио в Таиланд эконом-классом можно долететь за 20 тысяч рублей. Значит, мне нужно 20 тысяч миль. Если даже посчитать по самому низкому проценту, то получается, что мне нужно потратить 1 миллион рублей, чтобы слетать в Таиланд. То есть в 6 лишним раз выгоднее, чем у Альфа-банка. А если покупать билеты на самолет и бронировать отели, то можно накопить в разы быстрее. Я сейчас везде стараюсь использовать именно карту All Airlines. Сейчас коплю мили на поездку в Москву и Питер, чтобы устроить встречу с подписчиками. В Японии сейчас популярны онлайн-банки, которые не имеют офисов, и все операции проходят через интернет и по телефону. Заказанную карту высылают по почте, и при возникновении каких-то вопросов все решается также удаленно. Например, так можно заказать карту Rakuten или Amazon. Поначалу всех пугала невозможность прийти в банк и решить свою проблему, но позже многие оценили удобство такой системы. В России банк Тинькофф тоже работает как онлайн-банк. Заказанную карту приносит курьер, а все вопросы решаются в переписке или по телефону через официальное приложение банка. Отвечают в течение 30 секунд. Никуда идти не надо и нет бюрократии. Расскажу вам небольшую историю. Несколько лет назад я зарегистрировал карту одного российского банка для оплаты на японском Амазоне. Заказал несколько товаров, в том числе дорогой микрофон. И после оплаты оказалось, что банк снял за каждую покупку по два раза. Позвонить в банк из Японии сложно, так как это платно. После того, как я все-таки дозвонился, мне сказали, что да, двойное списание средств – это ошибка банка, и они могут ее исправить. Но я должен лично прийти в офис и заполнить документы. Мои объяснения о том, что я нахожусь за 7,5 тысяч километров от Москвы и не могу прийти, никто не слушал. Деньги я вернул только тогда, когда приехал в Россию. А карты на Амазоне больше не расплачивались. Думаю, что такая проблема может возникнуть в любом банке, которые работают через офисы. Поэтому система онлайн-банка, как в Тинькове, для меня – настоящее спасение. Надеюсь, что и в России со временем многие оценят удобство банков через интернет. Подведя итог, могу сказать, что банки в России куда удобнее и современнее банков в Японии. Карту может сделать почти любой желающий, а сами условия более чем достойные. При посещении страны восходящего солнца я советую просто брать с собой карту вашего банка и снимать тут деньги в местной валюте. А карта Тиньков банка позволит вам сделать это беспроцентно. Даже если вы планируете пожить в Японии какое-то время, то я считаю, что нет смысла заводить карту местных банков. Тем более сделать это довольно сложно. Для моих подписчиков банк Тиньков предоставляет специальные условия. Если вы заказываете карту All Airlines по специальной ссылке в описании под видео, то получаете 3000 миль в подарок. А если заказываете карту Тиньков Блэк, то получаете полгода бесплатного обслуживания. Я советую вам ознакомиться со всеми условиями более подробно, прежде чем вы примете какое-то решение по выбору банка. Всегда нужно взвешивать все «за» и «против». Подойдите к этому вопросу серьезно, потому что за ваше решение отвечаете только вы. А если возникнут какие-то вопросы, то лучше проконсультироваться с работником самого банка. Ну что ж, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте лайки. Впереди будет еще много всего интересного. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.